Спортсмен провёл в больнице долгих полгода. За эти месяцы фигурист пережил пневмонию, сепсис, два инсульта, кому и ампутацию конечностей. Сейчас фигурист активно осваивает протезы, восстанавливает физическую выносливость. На днях Роману даже удалось встать на коньки. Поклонники уверены, они ещё увидят полноценное выступление на льду любимого спортсмена. А ведь то, что Костомаров выжил, уже большое чудо. Счастливый исход верили только близкие люди. Супруга фигуриста вспоминает, что медики сразу объявили ей печальный прогноз. Даже врачи, профессионалы своего дела, говорили, нет шансов. Одна надежда на его сильное сердце, на его борьбу. Если организм не справится, мы ничего не сможем сделать. Или потом, когда он уже выкарабкался, если бы не его желание, его стремление и его спортивный организм, тоже ничего не получилось бы, делилась Оксана Домни на подкасте «Произвольная программа» на Первом канале. Отдельным испытанием для семьи стала рассказать о ситуации детям, 12-летней Насти и 7-летнему Илье. «Я не стала их разделять в этот момент, мы сели вместе, мне кажется это правильным, когда оба ребёнка, несмотря на возраст, узнают одновременно все и потом не задаются вопросами. Мам, а почему ты мне не сказала или почему ты ему так сказала?» – вспоминала фигуристка. К счастью, самый страшный период позади. Семья поддерживает спортсмена в его восстановлении. Костомаров много времени уделяет тренировкам, а также помогает тем, кто столкнулся с подобными проблемами. «Я очень рада, что новый виток жизни сейчас у Ромы проходит активно, его приглашают в качестве спикера на разные мероприятия, снимается документальный фильм про него, про нашу семью. И, конечно, я думаю, что вся страна ждала, когда же Рома выйдет на лёд. Радостно, что он идёт вперёд. Его очень поддерживает всеобщая любовь», – делилась Оксана. Напомним, что Роман Костомаров был госпитализирован в начале года с пневмонией. Поначалу казалось, фигурист быстро справится с заболеванием. Однако каждый день появлялись новости об ухудшении его состояния.